Иногда фруктовый лёд на палочке, это всего лишь фруктовый лёд на палочке. Автор Лурксноумор. Перевод Алитар. Постой, что? Не веря своим ушам, переспросила принцесса Селестия. Роза, повтори, пожалуйста, это ещё раз для меня. Роза Кварт с её мажордом выглядела смущенной. Как я и сказала, компания по производству мороженого Джен и Берри испрашивает вашего королевского одобрения для их новой линии фруктового льда на палочке, основанной на вашей ученице Twilight Sparkle и её друзьях. Они надеются, что она будет такой же популярной, как и их предыдущие, Вандерболты. Они также прислали образцы для пробы. Глаза Селестии превратились в щёлочки, а крылья немного раскрылись. Абсурд! Это самая вульгарная и дерзкая вещь, которую я слышал с тех самых пор, как группа поклонников из сообщества производителей десертов попытались сделать трёхэтажную статую канцлера Пудингхеда, состоящую полностью из пудинга для дня согревающего очага. И представить её в качестве центральной части декорации зимнего рынка Контерлота. Да, ваше высочество, это и было в 871-м, если память меня не подводит. Осторожно произнесла розовая кобылка. И это было от того, что они хотели быть уверенными, что они сделали всё со вкусом, если вы простите мне эту игру слов. То, как солнечный свет слегка померк за пределами тронного зала, показало, что Селестия не приняла шутку, поэтому мажордом поспешила продолжить. Вся эта затея не стала достоянием гласности. Только главы компании, миссис Джиневра и мисс Фрости Берри, а также их шеф-повар, мистер Щербет, знают о ней. И они готовы полностью отменить этот проект, забыть и больше никогда не вспоминать о нём, если вы его не одобрите. Ну, по крайней мере, они понимают ситуацию, разнесла Селестия. Ты можешь передать им, что их предложение после длительного рассмотрения было отклонено. И мы собираемся найти нового поставщика мороженого и холодных десертов для Контерлотского дворца. Да, ваше высочество. Ответила Роза, делая в своих бумагах отметку. Тем не менее, принцесса Луна будет расстроена. Селестия нахмурилась. Роза, только не говори, что моя сестра является фанаткой их товаров. И всё же это так, ваше высочество. После её возвращения она почти три месяца прожила, питаясь исключительно их продуктами. Роза запнулась. Возможно, я думаю, именно она предложила эту идею мисс Берри. Что? Селестия поспешила взять себя в копыта, заметив то, что её мажордом неудачно пытается спрятаться за своим ежедневником. Прости, Роза. Мне не следовало кричать на тебя. Во всей этой неудачной затее нет твоей вины. Уже более спокойно произнесла она. На этот раз её слова не заставили дрожать стёкла витражей. Не делай ничего по этому вопросу, пока я не обсужу это с сестрой. Да, ваше высочество. Ответила Роза, глубоко поклонившись. Это всё? Да, я думаю... Нет, постой. Возможно, я всё же попробую эти их проклятые образцы. Роза, распорядись, чтобы их отнесли в мои комнаты. И убедись, чтобы моя сестра навестила меня в них, как только та проснётся. Селестия с неудовольствием смотрела на параллелепипед магического холодильника, расположенный кем-то на столе её вечерней гостиной. На нём был знакомый логотип Джен и Берри с несколькими красными печатями, особо секретно только для принцессы Селестии и несколько синих отметок о проверке означенных, что Королевская Стража не нашла ничего угрожающего в содержимом. Она проигнорировала вежливо написанное краткое письмо, подписанное Джиневрой и Фрости Берри. Оно не содержало ничего, чего она бы уже не знала от Розы. Хмм... Краткая вспышка её магии открыла крышку, представив её взору шесть картонных коробок, каждая из которых на боку имела напечатанную кьюти-марку, одной из её наиболее доверенных подданных и помощниц. Недовольство и любопытство боролись внутри неё. Селестия открыла первую коробку и левитация вынула из неё первый фруктовый лёд на палочке. Он был ярко-оранжевым и на нём имелось абстрактное изображение яблока. Она лизнула мороженое, оно оказалось именно того вкуса, что она и ожидала. — Яблоки для Эпплджек, как предсказуемо, — вздохнула Селестия. И всё же вкус был неожиданно хорош. В нём было достаточно терпкости, чтобы сбалансировать сладость, и присутствовал слабый привкус специй, в основном корицы, запах которой стал более заметен, когда она поднесла мороженое ближе к своему лицу. К собственной неожиданности, немного погодя, принцесса обнаружила, что, не отдавая себе отчёта, уже съела весь фруктовый лёд. Следующее мороженое было наполовину нежно-жёлтого, наполовину розового цвета, и несло на себе изображение бабочки. Не представляя себе, каким вкусом должен обладать основанный на характере флатершай фруктовый лёд, Селестия из чистого интереса лизнула его. «Одуванчиковое вино и клубника? Да, это бы ей подошло», – задумчиво пробормотала она. Это была лёгкая и незатейливая, но в то же время не слишком простая смесь вкусов, которая пробуждала воспоминания детства и летних дней в любом пони, попробовавшем это мороженое. Не имелось ни малейших сомнений, с кем должен был ассоциироваться следующий фруктовый лёд. Полосы на нём были всех цветов гривы Rainbow Dash. Проведя языком вдоль мороженого, принцесса смогла ощутить вкус каждой полоски один за другим. Красный грейпфрут, оранжевый лимон, лайм, синий грейпфрут? Вкус был пикантным, даже немного резким, но со сладким послевкусием, которое объяло собой всё предыдущие цитрусовые вкусы вместе, почти так же, как верность связывала элементы гармонии друг с другом. Теперь она уже не сомневалась, что Луна обязана была приложить копыта ко всей этой затее. Никто другой не смог бы подвести создателей мороженого к таким результатам, с настолько подходящими носителем элементов гармонии вкусами. Следующий фруктовый лёд на палочке был чисто белого оттенка, с одной единственной яркой полосой глубоко фиолетового цвета. «Ах, ванильный, мой любимый!» С удовольствием выдохнула Селестия и позволила себе откусить небольшой кусочек от верхушки. «Они и в самом деле использовали хорошую ваниль для него», отметила Селестия. Многие пони могли бы не заметить этого, посчитав неотличимым от того, что они пробовали раньше, но настоящие ценители всегда замечали подобное. Так, а теперь следующее. Ослепительно ярко-розовое, с розовыми же спиральными полосками, чисто внешне она очень подходила Пинки Пай, даже с учётом жёлтых и синих полос на палочке. Первая проба вкуса разочаровала Селестию. Смесь малины и клубники была неплохой, но после пары предыдущих она ожидала более сложных и проницательных вкусовых решений. Но затем её язык коснулся спиральной полосы более глубокого розового оттенка, спрятавшуюся между более ярких розовых полосок. Её глаза распахнулись от удивления, когда пикантное жжение перца чили заполнило её рот. «Беру свои слова назад. Они очень неплохо поработали над вкусом Пинки Пай», усмехнулась Селестия и продолжила поглощать мороженое. Жжение специй приятно оттенялось холодными ягодными оттенками вкуса на её языке. Закончив с этим фруктовым льдом и позволив палочке присоединиться к остальным на полу, она левитации достала из коробки последней из ещё неопробованных. И застыла на некоторое время, рассматривая мороженое глубокого фиолетового цвета на тёмной палочке с розовой и чуть более светлой фиолетовой полосами, расположенными так, что ассоциация с Гривой Твайлайт не могла не прийти на ум. Она слишком хорошо была информирована обо всех тех грязных слухах о ней самой и её преданной ученице, которые гуляли по низкопробным контрлотским барам. И неожиданно для неё самой попробовать на вкус это мороженое показалось ей подготовленной кем-то пошлой шуткой. Принцесса ещё немного помедлила, а потом рассмеялась. «Ух, Селестия, глупая ты пони», — сказала она сама себе со смешком, встряхнув головой. «Иногда фруктовый лёд на палочке — это всего лишь фруктовый лёд на палочке». Она осторожно его лизнула, стараясь не пропустить ни одного оттенка вкуса, который в него вложила Луна и эксперты по созданию мороженого. «Хмм, виноград и клюква с привкусом лаванды. И ещё что-то, лёгкий вкус специй, которые я не могу распознать. Как интригующе». Выражение её лица неожиданно сменилось задумчивого на озорное, когда она ещё раз лизнула мороженое. «О, моя возлюбленная Твайлайт, ты даже представить себе не можешь, как долго я этого ждала». Сказала она глубоким, грудным, полным страсти голосом, подходящим только для фривольного общения в спальне. Потом она изменила его, чтобы он пародийно имитировал голос Твайлайт. «Ах, принцесса, я так счастлива от того, что мы, наконец, остались с вами наедине. Прошу вас, пожалуйста, лизните мой урок ещё раз». «Я что-то не вижу, чтобы Твайлайт Спаркл была здесь, с нами, дорогая сестрица». Внезапно произнесла Луна прямо у неё за спиной. Селестия от неожиданности взвизгнула, невольно послав свой недоеденный фруктовый лёд прямо через открытое окно наружу со скоростью, для достижения которой даже Рейнбоу Дэш пришлось бы поднапрячься. С тяжёлым вздохом она обернулась и окинула взглядом свою сестру, которая стояла позади неё с исключительно невинным выражением на лице. «Луна, я наполовину уже верю, что ты организовала всё это только для того, чтобы я оказалась в этой ситуации». Немного раздражённо произнесла Селестия. После чего захихикала в совершенно неподходящей принцессе манере. «И если это так, то позволь мне поздравить тебя, это был великолепный розыгрыш». «Конечно же нет, Селестия», с насмешкой ответила её сестра. «Это был всего лишь один из изумительных побочных эффектов, которые я ожидала увидеть». Глаза Луны потеплели. «Ну а теперь, как тебе понравился весь этот вкуснейший щербет на палочке?» «Я постаралась сделать так, чтобы их вкусы представляли внутренние качества каждой из твоих протеже. Подбор правильной рецептуры фруктового льда Твайлайт Спаркл был самой тонкой и трудной для меня задачей. И мне хотелось бы верить, что я в итоге всё же достигла успеха». «Ну, сейчас я не могу ничего сказать по этому поводу», произнесла Селестия, многозначительно глядя вслед её исчезнувшему фруктовому льду, перед тем, как с улыбкой повернуться к Луне. «Возможно, нам потребуется ещё один раунд дегустации?» Спросила её она, левитируя из коробки ещё два фруктовых льда со вкусом Твайлайт. Редактор субтитров А.Сёмкин